План по проведению 175-летия Абая Кунамбаева и 1150-летия Абу Насра Альфараби утвердили в столице. Члены Госкомиссии под председательством государственного секретаря Хромбека Кучербаева обсудили подготовку к юбилеям и внесли новые предложения. Подробнее в нашем сюжете. Включить дисциплины по изучению творчества Абая и Альфараби в ученую программу – это одна из инициатив членов Госкомиссии по подготовке к юбилеям выдающихся деятелей. Кстати, она уже в самом разгаре, так как официально празднования начнутся уже в январе. Среди планов перевести труды Абая как минимум на 10 языков. Также мы планируем построить в столице большой центр Абай-Алема. Аким от города на свои средства поставит поэту памятник. На организацию мероприятий из госбюджета выделяется свыше 3 миллиардов тенге. В календарь юбилейного года вошли десятки мероприятий, которые пройдут в самых разных странах. Это конференции в ЮНЕСКО в Париже, встречи с обоеведами в Кембриджском университете, постановка оперы Абая в Большом театре Москвы и, конечно, очень много выставок, фестивалей и презентаций по всему Казахстану. Госсекретарь поручил своевременно и, главное, качественно исполнить запланированное. Поручаю принять дополнительные меры по улучшению инфраструктуры Абайского района Восточно-Казахстанской области. На базе казахстанских посольств за рубежом, а также в вузах-партнерах казахстанских национальных университетов необходимо отработать вопрос создания центров имени Абая. Поручаю Акимам Нурсултана, Алматы Шимкента, а также областей утвердить региональные планы по подготовке и проведению юбилея. Как отметил в завершении заседания государственный секретарь, благодаря Абаю и Альфараби, мировая общественность знает, что в казахской степи издавна развивалась культура и наука, а также образование и литература. И для всех казахстанцев это большая ответственность. Камила Тастамбекова, Морал Аманжолова, Жандос Битабаров. Итоги дня.